иду вместе с вами по улице запарина и хочу немножко поговорить о том что остройщимся аквапарки и торговом центре а сейчас уже больше на торговом центре потому что вообще в новостях я вчера вчера такой был взрыв новостей по местным каналам по местным хабаровским порталом разным что вчера была заложена основание под фундамент самом деле весьма любопытное явление когда куча серьезных дядек чиновников приезжает чтобы заложить пятачок понимаете пятачок какую-то капсулу и ждать пока он вырастет ну в общем забавное явление мне показалось так вот и и в общем то выяснилось что у нас теперь есть турецкий инвестор который будет строить все это дело по сути дела он будет строить торговый центр вот так если честно потому что по аквапарку сказали пока еще не ясно нет еще пока инвестора на него и непонятно вроде бы одни издания пишут что двадцать первом году уже будет а другие пишут что еще пока нет инвестора и нету проекта утвержденного ну то есть как какое-то странное такое странное различие информации вот она мур красавец посмотрите вот здесь работы ведутся очень активно видно что все перерыли техника строительная видно и коса то есть дамба вот что касается торгового центра его планируют делать самым большим на хабаровске 80 тысяч квадратных метров но для сравнения например я скажу что леруа медленно нас хабаровске около десяти тысяч квадратных метров южный парк порядка там 38 минут то есть больше чем два раза чем южный парк то есть собирается построить сюда торговый центр ну и в принципе я только за большие торговые центры более того я даже считаю что это мало потому что вот даже благовещенский город намного меньше хабаровска торговый центр острова получается сто тридцать шесть тысяч квадратных метров ну то есть и хабаровск тоже бы принял бы гораздо больше на грудь как говорится вот что касается наполнение торгового центра обещает сюда супер современные бренды мировые все начиная там от макдональдса и такого плана вещей но естественно не разглашается пока информация кто еще будет предполагается что наверное будет кинотеатр типа и макс в общем то понятно дело что все супер современная будет здесь вот сейчас видны свои видна работа как ведется и еще хорошая новость она принципе не новость наверно в том что рядом с торговым центром будет предусмотрен аквапар аквапар говорю набережная будет облагоустроена и будет парковая зона что очень хорошо я считаю набережная здесь давно уже напрашивается я надеюсь камера не сильно трясется в общем такие новости получается сам торговый центр обещают сдать в следующем году в сентябре в 19 года аквапарк вроде как 20 от 21 год срок сдачи вы сами знаете у нас строила невада все это дело вместе с корейским инвестором потом корейский инвестор махнул рукой появился турецкий инвестор и все же я надеюсь что аквапарк все-таки будет потому что судя по всему торговый центр будет точно с аквапарком ну тоже очень хочу чтобы было это это конечно же вот но стройка идет очень активно людей очень много написано что в мае в мае начнется уже полноценная стройка хотя она уже идет непрерывно уже достаточно давно давайте спустимся вниз и посмотрим вот давайте посмотрим вот съезд естественно туда меня не пустят и паспорт строящихся объекта площадь застройки 19 гектар строительный объем площадь здания 70 тысяч квадратных метров заказчик броска ну в общем броска мол по-моему называться будет все это дело и вот там внутри поставили охрана на меня недобро смотрит как-то поставили стенд с нарисованным все что там будет но этот чем мы не видим сейчас я спрошу может можно его посмотреть в общем не дали мне посмотреть это что там нарисованы красивые картинки буду искать их в интернете наверное вот забыл еще сказать что в проекте предусматривается также автомобильная дорога дублер длиной с километр чтобы подъездные пути были нормальные чтобы не было пробок и так далее ну это конечно я считаю здорово так и надо делать вопрос только за чей счет наверно все-таки за счет властей будет строиться а может быть за счет инвестора хоть весь проект вообще полностью строится за счет инвестора именно сам торговый центр и соответственно инвестор очень крупный это турецкая компания которая строила очень и очень много всего по россии миллионы квадратных метров там так далее поэтому есть уверенность даже я бы сказал что построят его быстро и достаточно качественно и по всем современным технологиям вот ну единственный вопрос по аквапарку остается открытым хотелось бы узнать о нем об этом вопросе подробнее может кто-то что-то знает напишите вот а на этом я буду заканчивать очень любопытно ваше мнение что вы думаете обо всем этом безобразии которых творится вот принципе и мое личное мнение что надо больше торговых центров надо больше всяких разных интересных штук чтобы хабаровчанам было интересно и пошопиться и время провести и так далее вот пишите свои комментарии обязательно подписывайтесь на мой канал ваши подписки для меня очень важны всем пока